Цегламенская библиотека номер 16 представляет «Я большой и добрый слон». 22 сентября празднуется Всемирный день защиты слонов, который был учреждён по инициативе экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных вымиранием этих животных. Слон — это величественное, умное, обладающее самосознанием, высокоорганизованное животное. И вы, наверное, удивитесь, узнав, что он занесён в Красную книгу. Слоны почитаемы многими народами мира, как символы мудрости, благополучия, долголетия и величия. В некоторых странах слоны участвуют в праздниках, играют в спортивные игры, рисуют картины и развлекают туристов. Но не стоит забывать, что слоны — дикие животные, которые нуждаются в свободе и заботе. Слоны — частые герои детских книг. Они поражают наше воображение своим масштабом, несоразмерностью всему вокруг. У них выразительный хобот и огромные мягкие уши. Неудивительно, что про этих необычайных животных написано и нарисовано такое количество детских книг. Расскажем про некоторые из них. Людвиг Ежи Керн. Послушай-ка, слон. Жил-был мальчик. Он был самым маленьким в классе. И родители давали ему витамины, чтобы он подрос. Но мальчик решил посмотреть, что будет, если не пить пилюли. И стал кормить витаминами фарфорового слоника, которого нашел на чердаке. А слон взял и вырос, да еще научился говорить и ходить. Так начинается удивительная история дружбы мальчика Пини и слона Доминика, написанная польским сказочником Людвигом Ежи Керном. В книгу «38 попугаев» вошли самые известные сказки Георгия Остера. Остроумные короткие истории про мартышку. Слоненка, удава и попугая любят все дети. Чего только не придумывают герои этой книги. То наши друзья начинают заново знакомиться. То придумывают удивительную зарядку для хвоста. То измеряют рост удава в попугаях. С ними точно не соскучишься. И хотя в реальной жизни наши персонажи не дружат, дети тонко чувствуют сходство между собой и героями. Слоненок вежливый и робкий. Мартышка энергичная, удав сильный и мудрый. А попугай умный и рассудительный. Забавная сказка «Забытый день рождения» английского писателя Дональда Бисетта привлекает юного читателя уже своим названием. Как это возможно забыть про такое событие? Небольшая история учит тому, как важно для именинника, чтобы помнили о его дне рождения. Однажды в семье больших слонов случилось так, что папа маленького Ялмара что-то забыл. Мама послала сына на поиски. Слоненок побежал в сторону бамбоковой рощи и встретил там кем-то забытый день рождения. А когда он вернулся домой, то родители заявили, что папа вспомнил, что сегодня день рождения у Ялмара. Ему исполнилось шесть лет. Обрадованный слоненок поспешил обратно к роще за своим забытым днем рождения. А вечером был торт с шестью свечками. Ридьярд Киплинг. Слоненок. Эта сказка повествует о любопытстве и безудержной тяге к знаниям. Несмотря на все пренебрежительные отношения окружающих, слоненок, который хотел все знать, все равно не переставал интересоваться происходящим вокруг. Испытывая непреодолимое желание узнать, как устроен этот мир, слоненок упрямо не перестает задавать свои вопросы. Но в ответ получает лишь тумаки и насмешки. Вскоре его любопытство приводит к крокодилу, который стал причиной появления длинного носа у слонов. Кейт Ди Камилла. Как слониха упала с неба. Новая книга знаменитой американской писательницы, чьи произведения хорошо известны в нашей стране. Это необыкновенная история о мальчике-сироте Питере, который ищет свою сестренку. Он не знает, жива ли она, и, если жива, как ее найти. Однажды он задал эти вопросы гадалке, и та поведала, что Питера приведет к сестре слониха. Ответ гадалке поразил мальчика. Ведь вокруг никаких слонов нет. Но вскоре в городе, где живет Питер, случаются невероятные события. И происходит чудо. Сбудется ли мечта мальчика? Автор словно говорит нам. «Верьте, и чудо свершится. И вопреки всем препятствиям звезды зажгутся. Любовь покорит сердца. А в конце пути вас непременно ждет удача». Борис Житков. Про слона. Интересно, могут ли животные быть нашими друзьями? Могут ли помогать и слушаться? А может быть, они даже могут спасти нас от беды? Одно известно точно. С ними скучно не будет. Посмотрим, что еще откроет перед нами книга. Сборник историй, основанных на реальных событиях. Из жизни интереснейшего человека, знающего отдаленные уголки этого мира не понаслышке. Представьте, мы прямо сейчас в новом диковинном мире, за тысячи километров отсюда, приплыли к неизведанным берегам некой жаркой страны вместе с опытнейшим мореплавателем и путешественником Борисом Житковым. «Соскучившись по матушке земле, после долгих дней в открытом море мы с воодушевлением встречаем новые места, людей, природу и животных. Да еще каких животных! Здесь слоны, мангусты и кенгуру живут бок о бок с людьми, совсем как домашние питомцы. У каждого зверя свои особенности, повадки и характер. У каждого определенный возраст и отношения друг с другом и с человеком. У каждого своя судьба». Сергей Боруздин, Рави и Шаши. Это история о том, как двух индийских слонят, мальчика Рави в переводе на русский солнце, и девочку Шаши, что значит луна, отправили на теплоходе из Индии в СССР. Маленькая повесть Сергея Боруздина рассказывает о путешествии и о том, как слонята обжились в советском зоопарке. Лев Николаевич Толстой, слон. Рассказ про слона, который наступил на своего хозяина за то, что тот дурно с ним обращался. Жена была в горе. Слон посадил старшего сына себе на спину и стал много на него работать. Александр Куприн, слон. Шестилетняя девочка Надя болеет, по словам доктора Михаила Петровича, равнодушием к жизни. Единственное средство ее вылечить – развеселить. Но девочка ничего не хочет, и с каждым днем становится все слабее. Чтобы хоть немного развеселить ребенка, отец приводит к ней живого циркового слона Томми. Читать историю дружбы маленькой девочки и большого слона необычайно интересно. Маленький читатель вместе с автором будет сочувствовать Наде, переживать за ее здоровье, грустить и смеяться вместе с ней, а затем радоваться счастливому финалу произведения. Виктор Драгунский, слон и радио. Денису подарили крошечный транзисторный радиоприемник, и в тот же день он пошел в зоопарк смотреть на слона. И надо же такому было случиться, чтобы слон Шанго Махмудович принял приемник за лакомство, утащил его и... А концовку этого замечательного рассказа вы узнаете, если его прочтете. Субтитры создавал DimaTorzok